приветствую всех кто нас сегодня слушает меня зовут антон скобин я коммерческий директор слермы по совместительству ведущий сегодняшнего выпуска манула слерма и у меня в гостях андрей пшеничнов андрей представься пожалуйста всем привет я андрей пшеничнов это правда я директор маркетингового подразделения слером отвечаю за партнерство и спецпроекты сами мы называем это подразделение себя не маркетинг не агентство вот и наверное мы про это тоже сегодня поговорим может быть даже это название станет публичным в двух словах какое настроение в этот прекрасный день у тебя андрей настроение хорошее со мной как-то сегодня происходит приятные вещи при этом я волнуюсь отлично смысле отлично что поделился они отлично что волнуешься но посмотрим куда нас приведет сегодняшний разговор давай мы с тобой сейчас двоем сформулируем что такое маркетинг классический что нам в нем нравится что нам в нем не нравится что тебе нравится в классическом маркетинге я так сейчас от себя обрисую маркетинг выполняет важную задачу он рассказывает людям о том что существует на рынке что они в принципе могут купить если маркетинга бы не было мы бы не узнали ни о чем что не увидели бы лично глазами мы оказались бы в позиции человека который чтобы узнать есть ли стол должен объездить все магазины в городе и может быть случайно найдет там условную икеи которая уже с нами не работает то есть маркетинг выполняет эту важную роль что нам в нем нравится такое мне сложно ответить на этот вопрос ты описал функцию и просто ну это нужная функция у нее есть разные реализации то есть ты как будто бы спрашиваешь про эту функцию ну и она просто нужна или ты спрашиваешь про ту форму как как традиционно она реализуется наверное ты про это спрашиваешь давай мы про функцию поговорим сначала вот в чем достоинство эта функция нужна да это и есть так наверное основная идея что эта функция нам нужна в чем проблема тогда с ней проблема в том что она создает конкуренцию за внимание ну то есть это вся история вообще про знание внимание про знание такое держание в памяти какого-то объекта да и про вот момент контакта да конкуренция за внимание в моменте контакта его ограниченное количество супер это конкуренция за внимание я полностью поддерживаю я еще от себя добавлю это определенное вторжение в границе чтобы рассказать человеку что он о чем-то нужно попасть туда куда у нас не особо приглашал и рассказать ему что-то что он сейчас услышать не ожидает что-нибудь еще мы видим плохое в маркетинге плохое смысле то что меня лично раздражает плохое да то что тебя раздражает я что-то мне ничего не приходит в голову все все что мне не нравится но вырастает вот из этой конкуренции и она и того что это все превращается какой-то дикий запад ну то есть в этом поле разума простых людей которые никого не трогают разыгрываются какие-то битвы за его внимание я еще добавлю к этому два момента первый момент это то что это битва которую оплачивает потребитель то есть мы же платим за эту битву потому что она стоит денег очевидно да и эти деньги плюсуются к цене тех товаров которые мы покупаем и второй момент который я тут вижу это то что те кто использует не экологичные методы маркетинга те кто бьют на какие-то болевые точки да на крысиные рефлексы которые есть у людей те часто выигрывают эту битву у тех кто действует экологичными способами но вообще интересно сейчас думаю про то что внимание человека но как бы тысячелетиями принадлежала ему не было инструментов чтобы его очень много у человека отобрать знаешь когда дома в полиолите когда они же все-таки появились к когда стоит хата там из соломы вот земля около этой хаты она как бы и легко очень пользуется тому кто в этом доме живет и когда домов было просто мало никто даже не задумывался о том что эта земля за нее какая-то может быть конкуренция ну его взять современный город где в центре там дома стоят друг к другу плотный ну тебя не может быть своего клочка земли вдруг ты обнаруживаешь что ты живешь в мире в котором у тебя нет места своего внезапно вот и с вниманием происходит что-то похожее да что раньше инструментов чтобы так сильно вторгнуться не было просто потому что люди не настолько сильно смотрели в одну точку ну то есть последние 50 лет люди смотрят очень часто в один ящик там теперь еще в одну коробочку да в смартфон раньше такого не было то есть понятно где их ловить плюс мы очень много знаем про то как устроенный организм мозг да и получается что у тех кто хочет это использовать есть много инструментов чтобы это внимание удерживать такое таких знаний просто раньше не было и как будто бы в этом месте люди вдруг оказались их захомутали как бы без спроса вот наверное глобально у меня такое ощущение неприятно это когда ты говоришь чем не нравится в маркетинге вот наверное вот этот расклад интересная мысль мне очень отзывается вот это как формулировка наше внимание нам больше не принадлежит она действительно резонирует со мной с моим ощущением и проблема в том что даже какой-то ретрит какой-то отказ от вещей пожирающих внимание лично мне дается тяжело то есть если меня увезти в лес отобрать у меня телефон отобрать ноутбук там да и оставить наедине с собой я наверное через 10 минут буду ходить по лесу и рассказывать что-то самому себе только чтобы не остаться в тишине и в пустоте наедине с собой то есть сам этот навык распоряжаться своим вниманием по своему усмотрению лично я в большой степени утратил зато мы редко скучаем видишь ли ты какие-то направления какие-то возможности чтобы это изменить ну во первых начать про это говорить даже то что мы находим слова чтобы это сформулировать мне дает фокус на том что такая проблема существует и что-то с ней можно сделать может быть для кого-то это тоже будет новым фокусом что раньше казалось что все в порядке но реклама и реклама на самом деле не очень хорошая история и тогда мы все вместе можем придумывать что можно сделать это ощущение что что-то не так она все равно есть как со мной вот это делают она есть ли даже если не понимаю что конкретно со мной делать когда она есть я начинаю испытывать отвращение я там что-то пролистываю там от кого-то отхожу ну как ко мне на улице подходят люди с намерен мне что-то продать я чаще всего отхожу замыкаюсь от этого как бы плохо и рекламодателям тоже них не получается каком-то смысле если они найдут хороший экологичный способ строить коммуникации это для них выгодно другое дело что нужно чтобы люди тоже это поняли чтобы рискнули отойти каких-то старых схем поверили в то что так получится лучше и когда они попробуют если у них получится то можно как это мы любим увеличить охват и конверсии знание бренда так вылезает все эти стандартные теперь в общем можно на самом деле добиваться нужных для бизнеса показателей не создавая загрязнения окружающей но сферы и делая людей более счастливыми от контакта мне прям есть два момента которые хочу добавить когда мы начинаем рассуждать про охвата и кипяем мы начинаем видеть в человеке который вот по ту сторону экрана какой-то механизм и наша задача нажать на нужные кнопки на этом механизме чтобы он заработал и пока мы мыслим в этой парадигме да это из разряда как заставить людей быть самоорганизованными да например оксюмарон противоречий в самой формулировке и первое что я бы здесь предложил это просто увидеть по ту сторону экрана человека человека который тоже ходит на работу человека который решает какие-то свои проблемы готовит себе обед там гуляет с собакой и все остальное и никогда не забывать о том что у нас есть зритель есть читатель есть собеседник у нас нету охватов кипяев и прочего вот это маркетинговая алхимия вот рост который заставляет вынуждает наверное компания нажимать на кнопки нос мозгу потому что это эффективнее потому что работать с крысы в человеке эффективнее чем с человеком в человеке на самом деле если копнуть глубже то мы говорим про экологичность маркетинга на вообще-то маркетинг это просто такая такой орган внутри бизнеса до который даже отдельно как бы не существует и вообще-то разговоры про то для чего делается бизнес какой целью и что вообще такое бизнес да и как этот бизнес те люди которые вы строят вообще относятся к тем кто вокруг или вы и внутри до друг другу и но невозможно грубо говоря внутри маркетинга создать такой пузырь где мы по-человечески общаемся а при этом бизнес например будет считать людей ресурсом из которого надо выжимать деньги или что-то там еще меня недавно был интересный разговор про ценности в бизнесе что такое ценности это те вещи которые мы соблюдаем даже если это идет в ущерб нам не точнее даже именно в этот момент и становится понятно что для тебя действительно ценно ценно когда у тебя много денег ты можешь спонсировать детский дом и ездить на ламборджини супер если у тебя стало меньше денег от чего ты откажешься от ламборджини или от спонсорства детского дома вот в этот момент становится понятно что действительно твоя ценность а что она на сна и это очень хороший вопрос к бизнесу дорогой бизнес ты говоришь про некие ценности которые у тебя есть если ценности вступают в противоречие с доходом что-то выберешь и это очень наглядная история меня есть ощущение что маркетинг бывает таким токсичным черным маркетингом даже там где он мог бы им не быть то есть когда у нас какая-то супер компания равнодушная как к своим сотрудникам так и к своим клиентам который просто фабрика по выдавливанию денег из мира окей нет вопросов но иногда компания которая хочет быть хорошей и выставить какие-то ценности декларирует ее маркетологи не умеют и не могут в человечный маркетинг они делают все то же самое просто потому что их так учили они так привыкли никто не знает что можно по-другому ну да в этом плане конечно у меня самого очень сильно вдохновляли кейсы ну то есть а сначала увидел как другие люди делают какие-то конкретные вещи ну просто даже вот в телеграме появились посты там условно говоря с хэштегом по любви когда блогеры интегрируют какие-то другие про кого-то рассказы иногда это там напрямую очевидно что это оплачено но это то чем человек сам попробовал попользовался и ему это нравится и ну как бы есть что рассказать человеку про это это просто пример ну вот это вопрос а будешь ли ты рекламировать то чуть ты не пробовал чуть и не нравится вот сколько там есть ли какие-то деньги за которые ты это сделаешь просто даже вот такая такая воронка на входе кого-то матча по ценностям но для меня тоже такой хороший прям шаг по ценностям а по полезности потому что там я понимаю что моя аудитория от этой информации будет хорошо они они мне и не рекламодателя да ну да рекламодатель что-то сегодня путаюсь в этом слове забыл кто кто есть кто рекламодатель кто-то приносит рекламу на контент или тот кто и размещает площадка вот там есть причина потому что я на самом деле пытаюсь внутри себя челленджить саму идею того что есть разные стороны в этой истории как бы что есть какая-то сила которая нас разделяет на площадку и того кто дает контент и того кому мы это показываем ладно это что тоже в какие-то теории уношусь опять меня есть такой образ я общался с дочерью как-то она играет в геншин импакт если вдруг кто-то за зрителей знает а я в свое время тоже не выиграл и я рассказываю про механики которые там использованы как они нажимают на кнопку нас в мозгах и закончил я свой рассказ тем что в современном мире ты так или иначе оказываешься в ситуации когда что-то нажимает на кнопку у тебя в мозгу и мы вольны выбирать каким именно способом почесать себе мозг какой компании какому процессу дать эту возможность понажимать кнопки у нас мозгу если вот есть красивая игра там с какой-то понятной монетизации я это мне отзывается я спокойно плачу я прекрасно понимаю почему я плачу как это работает и я готов отдать эти деньги за то удовольствие которое я получаю и наоборот если у меня есть какие-то вопросы к игре и к формату монетизации или если у меня есть вопросы к рекламе к форме да я отказываюсь с этим взаимодействовать я говорю нет я в эту игру не игра и с этой точки зрения для меня конкуренция за внимание превращается в поиск любви читателя или слушателя или зрителя участника как там кто бы это ни был что я могу сделать такое чтобы понравиться другим людям от чего они получат удовольствие если они с этим проведут какое-то время например если я пишу рекламный текст как я могу написать так чтобы было интересно читать чтобы он был смешным чтобы он был достаточно коротким чтобы не пришлось тратить слишком много времени на это вот на такие размышления и это наверное мой путь к этому маркетингу который мне нравится сделать чтобы наверное как свое время там афиши тулузла трека или какие-то работы энди орхола когда сама театральная афиша например является произведением искусства достойным того чтобы ее выставить когда само рекламное объявление является самоценным произведением является достаточно интересно когда иллюстрация реклама такая что на нее хочется смотреть это мой путь мой ответ наверное на вот эту вот войну конкуренцию за внимание как ты думаешь чего мы добились в слерна и в нашем агентстве под в плане человеческого маркетинга мы этим занимаемся три месяца и я для себя несколько вещей понял очень интересных во-первых начали мы с того что вот мы поговорили теоретически про все эти вещи типа как мы это глобально хотим а что хорошо что плохо но когда мы стали это применять мы начали с поиска каких-то новых форматов с чего-то еще такого нам казалось что это должно прям выглядеть по-другому но по факту оказалось что все форматы в общем-то те же самые и немножко другой способ говорить а вот самое сложное необычное отличие это процесс вот создание любых креативов текстов придумывание тем для конференции это работа с моими собственными эмоциями когда я сам это создаю я чуть-чуть забежал вперед надо побольше сейчас пояснить мы просто еще находимся в области айти да в которой прям сильно люди устают от булшета такого и у них очень хорошее чутье или аллергия про но взять каких-нибудь читателей хабра там не знаю на хабре или придумали слово джинса где-нибудь еще но короче говоря это прям такое медведь из кустов вылазит поднимает лапы гординса вот люди очень чувствительны к булшету и в какой-то момент даже если бы мне хотелось вот играть я бы сказал да ну вообще это не работает давайте как-то все мне надоело я больше не могу я хочу общаться по человечески по нормальному как она все на самом деле я сейчас довольно часто говорю про четвертую стену которую вот мы ломаем то есть я стал замечать когда бренд становится в позу бренда на сцене и вот его аудитория на него смотрят немножко снизу это не прикольно потому что все уже знают что там человек на сцену выставляет ну бренд на сцену выставляет то что он хочет там еще сзади куча всего что мы не видим и гораздо ценнее собственно говоря разговор на равных и вот этот разговор на равных его реализация в каждом маленьком маркетинговом формате вот это то что мы делаем как это конкретно выглядит на самое главное это идти в какие-то уязвимые темы про нас это любимая история как это забыл кто из наших знакомых это рассказывает чем эта история про знакомого знакомого мы все так и рассказываем знакомого значит пришел на экскурсию почему-то именно не айтишная компания и спросил эту историю рассказывал я но если это тоже знакомый знакомый надо идея в том что это компания которая торгует обувью которая внедрила у себя отжая вообще гибкий подход и она была таким флагманом отжаяла вне айти как типа вот это круто это здорово мы все разными действуем как нам удобно мы там для клиентов гибки да и человек спросил а как вы обрабатывать рекламации когда клиент недоволен он купил обувь вашу недоволен что вы делаете ему ответил тот кто экскурсию проводил у нас нет недовольных клиент ну да но также не может быть то есть это такая точка в которой возникает эмоции это же булшет такого не может быть и почему вообще такой разговор происходит потому что человек который спросили чувствует свою уязвимость но рассказать про то что бывает факапа и что мы тогда делаем это довольно больное место сейчас фантазирую конечно на самом деле не знаю что это человек чувствовал я бы на его месте наверное чувствовал такую уязвимость причем страшно это же корпорация мне страшно что мне скажут потом мое начальство почему я пошел эту тему и вот все эти уязвимые темы в них страшно потому что что подумают клиенты ничего не будут покупать еще страшно что скажет мой босс какого хрена я пошел эту тему и в такой вот в это состояние хорошо идти прям всем вместе мы недавно вот придумывали ивент для конкретного бренда но southbridge это вот outsource айтишный мы выбрали прямо выбирали уязвимой довольно тема типа бизнес-модель аутсорса а вообще почему им платят деньги если можно самим все сделать это вопрос это уязвимая тема потому что этот вопрос который как бы звенит в головах у клиентов и он все время как-то его стараются обходить и давайте поговорим сейчас вы про это впрямую ну или вопрос а что у нас происходит при факапах как мы с ними обходимся это штуки которые но не все компании честно говоря готовы так вот вытаскивать на сцену чего там крутого но такое неподдельное доказательство того что люди которые вот в этой компании специально не говорю компания себя представляет и говорю про людей потому что ну реально это все делать конкретные люди они готовы говорить как она все есть и вот они готовы потерять там часть какой-то аудитории потому что им это не подойдет но этот но ценнее быть собой и не строить из себя никого чем вот пытаться удерживать за счет какой-то не до правды какую-то часть потенциальных лидов и я хочу сейчас как раз пойти в эту самую язвимость в слёрме много был счет маркетинга то что мы говорим это некая декларация это то как лично я хотел бы видеть чтобы все работало это не значит что все и везде работает так потому что разные люди делают маркетинг в разном состоянии они делают маркетинг не всегда есть ресурс чтобы сделать что-то так как видится да иногда понимание что получился очередной булшит приходит там позже чем все сделано можно потыкать много наших проектов там потыкать у них пальцем сказать вот здесь у нас получилось сделать вот какой-то маркетинг с человеческим лицом что-то полезное интересное что-то уязвимое искренне и также есть полно вещей в которые прямо сейчас любой желающий ткнет и скажет а вот у вас у самих маркетинговый булшит и я хочу этим сказать что нам только предстоит научиться делать то о чем мы сейчас говорим научиться это делать там всегда или хотя бы там часто да и тот момент когда мы скажем все вот наш маркетинг он теперь такой честный искренне и уязвимый больше не занимаемся всякой фигней и этот момент еще впереди надеюсь что он впереди нас ждет и я буду рад если те люди кому интересно с этим поиграть кому интересно поэкспериментировать с искренним маркетингом напишут мне напишут андрею и мы встретимся и поговорим про это я думаю на этом можно завершать наш сегодняшний выпуск погоди ведь от меня распирает я на самом деле очень хотел рассказать маленький кусочек еще один про до 1 инструмент который я очень много использую это интроспекция это я сканирую свое состояние когда хочу создать пишу какое-нибудь предложение маркетингу имею да прям пишу текст и я хочу вот к чему-то пригласить людей и когда я вот выписываю все эти обороты подбираю слова мне очень важно уловить из какой эмоции это делаю например этом что-то выпрашиваю клянчу или приглашаю и так далее и оттенки этих эмоций постепенно нарабатывается способность их чувствовать причем очень круто прийти к коллеге и спросить а что ты чувствуешь да когда ты читаешь про можно по предложениям что где возникает это очень субъективная история но грубо говоря вот субъективное ощущение которое возникает это единственная объективная реальность которая вообще тут возможно чаще всего сложнее всего мне было привыкнуть к тому что вот мои очень слабые мега субъективное ощущение имеет такую стопроцентное право на существование и можно на сто процентов опираться на них чтобы принимать это решение например ребят смотрите у нас получилось что мы просто пытаемся людей к чему-то там подтолкнуть что им не интересно или еще какие-то вещи и самое ценное для меня наверное переживание это ощущение вот собственной уязвимости иногда что-то пишу я чувствую что немножко за их завис в воздухе когда прыгаю как будто бы с вышки и сейчас не понимаешь начну падать когда я почему-то боюсь вот это написать очень крутое место чтобы посмотреть чего же я на самом деле боюсь и в двух из трех случаев это какие-то мои убеждения ограничения которые не связаны с какой-то реальностью например я думаю ну ну клиенты скажут но как таким языком можно про это писать и еще могут быть страхи связанные с тем что как будто бы у кого-то в голове должно произойти а я этого наверняка не знаю и обычно вот когда этот страх такая уязвимость она такая переносимая для меня и если я не вижу объективных прям причин туда не идти довольно прикольно все-таки сделать этот шаг я часто советую с коллегами часто прошу помощи ребят как вообще давайте попробуем это не там но вот этот ресурс пробовать делать эти шаги уязвимые он с одной стороны создает какой-то необычный довольно креатив во вторых он прокачивает чувствительность к себе а в третьих он дает мне возможность на себе попробовать те самые штуки которые мы потом буду приглашать рекламодателя мы приглашаем людей вот приоткрываться как это делать это даже сам не могу приоткрыться это наверное для меня вот на вопрос что за эти три месяца мы добились отлично я добился того что для меня это немножко встало такое на поток я эту уязвимость и вот тонкие эмоции стал чувствовать и этим пользоваться как инструмент для меня самый сильный страх это страх осуждения что то что-то скажу и меня осудят что там клиенты читатели скажут что я дурак не разбираюсь в своем деле что компания говно вот это вот все и да я действительно когда там что-то делаю и понимаю что меня останавливает именно страх осуждения я напоминаю себя что люди осудят нас независимо от того что мы сделаем они нас осудят просто если решат это сделать мы никак на это не влияем нас полюбит те кто захочет полюбить осудит те кто захочет осудить и с этим все так вот и действовать с оглядкой на это безумие и да я тоже стараюсь делать именно то что мне страшно и говорить на те темы которые для меня тревожны и говорить на котором не тяжело и лично мне лично мне гораздо больше нравится жить в мире где я могу это делать и я когда вижу такую же уязвимость у других людей мне гораздо ближе те кто говорит о том с какими проблемами они борются и что у них получается чем те кто показывает какую-то гламурную глянцевую картинку как у них все прекрасно великолепно в жизни на плюс у меня тоже отзывается гораздо больше будем двигаться будем ползти в эту сторону потихоньку и посмотрим когда нас это приведет давай поиграем в уязвимость да я хочу рассказать чего я боюсь вот именно в роли директора маркетингового направления я боюсь что я скачусь с каким-то шаблоном у меня есть свой background у меня есть какие-то наработанные фреймворки как решать какие-то задачи у меня сейчас есть интерес и азарт вылезать из коробочки все время как-то находить какую-то перпендикулярную штуку к тому что у меня есть в системе в моем спинном мозге я боюсь что я потеряю эту энергию и мы просто станем служить на потоке какие-то штуки я боюсь быть непонятым коллегами так и наверное сформулировать то есть у меня есть как какое-то видение какие-то идеи и я боюсь что будучи преломлены через других людей они выродятся во что то что я видел иначе да то есть вот это мое ощущение да как одного из лидеров этого процесса давайте сделаем маркетинг с человеческим лицом насколько это интересно другим участникам насколько это интересно команде я понимаю что им это откликается иначе они не работали бы с нами но этот страх такой все равно есть со мной я боюсь то что я не профессиональный маркетолог мы выходим в поле чего-то необычного я все время как бы сам генерирую ну вот я думаю а может день на английском языке у всего этого уже есть название этому в университете преподают я как бы вообще переизобретаю велосипед что я не доиспользую какие-то многие ресурсы которые мог бы использовать но в принципе чего там такого но мне почему-то неловко от этого я нонконформист и я боюсь что в какой-то момент то что мы делаем станет достаточно большим и заметным чтобы я захотел уже бунтовать против того что мы делаем такая автоиммунная реакция интересно мы с тобой оба говорим про попытки контролировать какие-то штуки но то есть серии что я боюсь что мне в будущем будет нравится делать такту мне в будущем будет нравится и стамповать на конвейере хотя ведь если мне это будет нравиться то это окей в общем это очень странно взрывает мозг как почему я сейчас пытаюсь контролировать для вообще в принципе наверное страх он очень сильно завязано желание контролировать а там где есть это желание там есть страх и наоборот там есть страх наверняка найдется какой-то такой желания на почему то есть такой страх сделать кита за которые меня осудят коллеги или начальство и это привычка наверное из больших корпораций с которыми работал когда вдруг оказывалось что от моего действия там что-то где-то происходит и человек ко мне с этим прилетает и пытается меня передрессировать чтобы больше так не делал я в этом плане как бы с лером очень нравится что но у нас такая что ли договоренность что мне ценнее чтобы кто-нибудь что-то попробовал и не сдерживал себя что меня поэффектит и мы дальше вместе придумаем что с этим делать мне это развязывать руки вот но тем не менее опять же я такой страх ощущаю у меня есть страх что я лишаюсь права передумать если выстраиваю некую концепцию некую реальность в которой я хочу жить я в эту сторону эту изо мной тут другие люди чем больше людей за мной идет чем больше людей разделяет эту точку зрения тем сложнее мне ее поменять потому что я оказываюсь предателем того что сам строил да и для меня вот эта свобода и в том числе свобода выбора это такая ультимативная ценность я в общем считаю что это наверное самое важное что у меня есть и то что вовлекая других людей я утрачиваю какое-то право на эту свободу себя в голове то она меня немного пугает я понимаю что я если что как-нибудь с этим разберусь это не то что я готов сдаться да но я переживаю на эту тему а такое ощущение что то про что мы говорили чем он боимся это такие вещи которые очень очень мало или вообще не подтверждаются от других людей и это именно внутренние штуки на вот я очень хочу докопаться в коммуникациях во взаимодействии до именно момента когда с той стороны мне реальность или но реальные люди какие-то говорят тут мы хотим чтобы было так вместо того чтобы мне пытаться за них угадывать это наверно тот что больше всего пытаюсь рассоздать разобрать и это с этим не сложнее всего я сейчас подумал еще что на такой мой большой страх это то что с рекламодателем с партнером не получится настоящего контакта то есть я сам поддерживаю какую-то дистанцию себя в голове думать если мы не понравится им просто вернуть деньги и пусть уходит это значит что я уже какую-то какую как пропасть не знаю какую-то дистанцию между нами выдерживает это это ощущение что мы вместе под руку войдем в эту историю также вместе останемся в этой истории и будем что-то создавать то будем как-то выгребать на то есть мы договорились о какой-то рекламной кампании нам нравится человек нам нравится продукт мы начали работать а что-то пошло не так недоволен на клиент и недовольны мы тем что получается мне страшно что мы по какой-то причине вместо того чтобы договариваться искать общий язык просто там плюнем со словами да и хрен с ним я думал я думал тебе это окей я просто помню много разговоров про это интересно что ты про это говоришь мне окей расставаться с человеком но если ты изначально общаешься с человеком смысле если чё я расстанусь представь что ты с женщиной живешь то тебя в голове мыслишь что всегда что если что я без нее обойдусь но как бы наверное это не то что хотелось бы строить я понял и мне чуть-чуть не хватает какой-то интимности доверия к нашим на будущем клиентам и даже не то что доверия самим людям да мне наверное не хватает какого-то понимания инструмента того как это доверие формировать у меня это такая сейчас серая зона над которой вызывает определенный определенную тревогу вот и знаешь полностью доверять и легко расставаться если пришло время расстаться вот это тот идеал которым я стремлюсь но расставаться потому что я не готов доверять это не то что я хотел бы в свою жизнь приглашать и наверное я сейчас формирую формулирую от какой-то неуверенности что мы идем в одну сторону что рекламодатель действительно понимает что он купил и действительно с открытым сердцем участвует в этой истории я что-то хочу сейчас рассказать не знаю видимо в завершении историю люблю рассказывать когда я был студентом и друзьям помогал строить дом ну как-то просто приехал на утро вот ему как бы что-то крышу там клали мы это поделали потом пришло время обеда мы спустились с крыши меня накормили обедом и если про все это думать как про мой личный бизнес проект то вот получается за обед помогал крыть крышу такая сделка и разумеется совершенно не так я это не сам воспринимал но это не про это было это во-первых я другу помогал во вторых мы вместе отстроили эта история именно про создание чего-то и вот это ощущение такого интереса азарта это такой антидот вот от этих страхов я не могу справиться со своими страхами то есть я понимаю что можно копаться и постепенно их подъедать вот мой как бы способ двигаться через азарт и такую притяжение желание что-то создать и то вот куда я могу приглашать тех людей которые в других корпорациях которые клиенты это вот такой интерес и вообще удивительно что когда приглашаю кого-то изнутри своей компании и из другой компании что это настолько большая разница но неужели вот мы все которые рождаемся одинаковыми вот нас настолько различаемся из-за того что между нами есть какие-то границы тут есть чего порефлексировать я очень много про это думаю вот и когда мы выходим в поле того что мы что-то создаем ну как будто бы это это антидот от вот этого мира где мы все разделены для меня так супер ну что мы готовы на этом закончить я готов а ты и я готов и теперь окончательно и бесповоротно спасибо всем кто слушал нас сегодня очень рад что вы провели это время с нами до новых встреч кар 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 всем спасибо